В Кемпском районе Тверской области газифицирован еще один населенный пункт на 280 жилых домов. Проект реализован в рамках адресной инвестиционной программы. Общая протяженность построенных газовых сетей составила 5,5 километров. На месте подведения голубого топлива побывала наш корреспондент Наталья Чекет. Деревня Башарина немаленькая. Здесь около 280 частных домов. Газа здесь никогда не было. Местные жители топились дровами или электричеством, что достаточно затратно. Поэтому они обратились к местной администрации с просьбой провести газ. Валерий Скриплев включает газовую плиту, ставит чайник на конфорку. Казалось бы, обычное дело, но ведь газ запустили совсем недавно. Раньше дом отапливали при помощи печи. Теперь жизнь многих жителей деревни кардинально изменилась. В Башарине проложили межпоселковый газопровод. С инициативы подведения голубого топлива выступили жители. Они сами составили и оплатили проект. Тут староста у нас выбрана еще, женщина. Мы с ней встретились, переговорили, что вроде бы надо бы газ нам. Решили собрать собрание. Народ собрался и записалось у нас 67 человек. Мы после этого поехали в Тверь-Газстрой. Там встретились с директором, с главным инженером, переговорили. Работы начались в мае, завершились быстро, через 4 месяца. Был проведен подводящий газопровод высокого давления и разводящий сети по самому населенному пункту. Это около 5,5 километров. В 2019 году, как я сказал, был выполнен проект. В 2020 году, буквально за 4 месяца, был построен данный объект. Каких-то сложностей не было. Проектные работы выполнялись из-за средства жителей данного населенного пункта во главе с председателем инициативной группы. А само строительство осуществлялось в рамках адреса институционной программы Тверской области в условиях софинансирования. Сейчас остальные жители деревни готовят свои дома к подключению к системе газоснабжения. В дальнейших планах местная администрация газификация в следующих населенных пунктах. В 2021 году это деревня Скулино и остров центрального сельского поселения. Планы есть уже на 2022 год. Мы параллельно изготавливаем сметную документацию на газификации Федоровского сельского поселения. Шесть деревень будут газифицированы Федоровского сельского поселения. Это, конечно, нам дает толчок то, что процент софинансирования с областным бюджетом всего 10%. Это очень хорошее подспорье, которое мы должны использовать. Деревня Башарина входит в состав Приволжского сельского поселения Киморского района. В предыдущие годы были газифицированы шесть населенных пунктов. По мнению губернатора Игоря Рудени, газификация – один из ключевых факторов развития муниципалитетов – повышение качества жизни людей. Особенно это важно для жителей отдаленных населенных пунктов. Это сделает их жизнь более комфортной и избавит от ряда бытовых забот.